Добрый вечер, добрый день! Я такой вопрос задала тебе от нашего слушателя Ильи, по-моему, это прекрасно сформулировано и очень точно. Почему, на Ваш взгляд, ради религиозного праздника День знаний можно перенести, а вот в память о бесланской трагедии нельзя? Ну, я отвечу просто практическим образом. Значит, бесланская трагедия – это памятный день, а религиозный праздник – это некое мероприятие конкретное, в процессе которого могут просто столкнуться интересы детей и родителей, которые идут в школу, и участников этого праздника. Это я понимаю. Это ты отвечаешь прямой ответ на прямой вопрос. Прямой ответ. Ну, ты же понимаешь, какой сакральный смысл такого вопроса. Это вопрос не про религиозный праздник, не про Курбан-Байрам, не про День жертвоприношения, а это про День памяти детей, погибших в Беслане. Да, я согласен абсолютно с тем, что этот праздник в национальном масштабе замылен. Не праздник, а не праздник. Не бы, извините Бога ради, это оговорка, оговорка, за которую я прошу прощения, да. Это День памяти, он в национальном масштабе замылен. Конечно, замылен и практически забыт, как и многие такие трагические памятные даты в… В новейшей истории. В нашей новейшей истории, потому что нет желания вспоминать плохое, чтобы плохое висло на вороту у власти, чтобы каким-то образом ассоциировалось с нею. С ней должны возникать только приятные ассоциации, позитивные ассоциации, никаких подлодок, никаких Бесланов, ничего такого. Это вот практически ответ на вопрос. Может быть, здесь еще вторая причина, помимо той, о какой ты сказал, может быть, еще и нежелание все-таки отвечать на всякие неудобные вопросы, связанные с этими событиями, начиная там с гибели Курска, с событий в Норд-Осте, с Беслана. Никто сейчас бы даже не стал задавать эти вопросы. Матери Бесланские продолжают эти вопросы задавать. Ну, их вопросы игнорировать легко, потому что у них нет высокой трибуны для того, чтобы задавать такие вопросы, для того, чтобы быть услышанными. Вот, поэтому можно даже и не отвечать на эти вопросы, но хотя бы помнить, что это скорбный день. Ну, здесь же примеров много. Пример наиболее характерный и яркий, и громкий – это 9 мая. 9 мая, который всегда был днем печального праздника, вот, ну, там, со слезами на глазах, как известно, да, вот, печального очень, горького праздника. День, когда фронтовики собирались и вспоминали своих погибших друзей, погибших однополчан. А потом, с уходом фронтовиков из жизни и с новой позицией нынешней идеологической, это стал такой вот праздник милитаристский. Не просто праздник победы, а праздник оружия, праздник, когда вот можем повторить, всюду мелькает и так далее. Вот, это ко всему относится, ко всему относится. Всё из памяти убирается, что несёт какой-то негатив, что печалит и туманит взор, и остаётся всё-всё приподнятое, громкое, такое барабанное и радостное. Ну, кстати, вот в эту же схему идеологическую, которую ты сейчас обрисовал, вполне вписывается тот памятник, который сейчас строится на пересечении Садового кольца и Дмитровки. Я там уже, поскольку я там живу недалеко, я видела там коня с крыльями, но оказалось, что конь с крыльями – это только деталь ещё одна. А на самом деле там всё посвящено Калашникову с Калашниковым, семиметровый, по-моему, памятник. Ты имеешь в виду памятник конструктору Калашникову? Калашникову, который стоит, соответственно, с автоматом собственного изготовления. Вот что это такое? Это символ чего? Ну, я скажу, символ чего? Дело в том, что конструктор Калашников – это одна из самых громких русских фамилий XX века, громких во всём мире. Это человек, который дал миру автомат одноимённый, вот, и это вставляет… Который есть у Мара Джабраилова. Который есть, в частности, у Мара Джабраилова. Помимо у Мара Джабраилова им владеют ещё куча африканских племён, которые, значит, истребляют друг друга успешно. Вот. И вообще всякий, кому не ленин, действительно, очень эффективное, считается, стрелковое оружие. Может быть, самое эффективное стрелковое оружие… Средство переговоров. …действительно, XX века. Вот. И вот поэтому ему ставится памятник. Но он-то действительно молодец. Ну, послушай, ты же не видел… Ты видел, как это выглядит? Нет, я не видел, как бы… По ассоциациям, вот представь себе, картина Кустодиева «Большевик», помнишь? Ты хочешь сказать, что конструктору поставили памятник в виде коня, что ли? Нет, конь там рядом, но конь маленький, получается, рядом с этим… Ну, так памятник-то не коню, памятник конструктору, поэтому конь маленький, конструктор большой, но в чём проблема? Нет, я тебе говорю, что это по образу… У него большой автомат, наверное, в руках. Не то слово, золотой. По образу это похоже на Кустодиевского «Большевика». Помнишь, который с сапогами идёт по маленьким людям. Ходят депутаты по доме с золотыми пистолетами, почему конструктор не стоит с золотым автоматом? Я здесь, честно говоря, не вижу. То есть ты считаешь, что это нормальное совершенно увековечивание памяти великого конструктора? Видишь ли, мне памятник Дмитриевичу Шустаковичу понравился бы больше, честно говоря. Я считаю, что он в большей степени принёс славу России, чем изобретатель автомата. Но это вписывается в нынешнюю идеологическую конструкцию. Нашу абсолютно вписывается. Поэтому здесь никого не… Вот мой вопрос, что он символизирует, кроме благодарности конструктору за изобретение автомата Калашникова? Символизирует автомат Калашникова, как символ нашей военной мощи. Вот что он символизирует. Вот этот семиметровый конструктор символизирует нашу военную мощь, которая делает нас влиятельными, которая заставляет весь мир с нами считаться, которая заставляет предмет нашей гордости. А что символизирует имя Виталия Чуркина, которое должны присвоить одной столичной гимназии, ну, собственно говоря, в которой он учился? В которой он учился, и в которой я учился, кстати. Поздравляю тебя. Да, в которой я учился. Она не была тогда гимназией, когда я в ней учился, и когда Чуркин в ней учился. Он учился годы на 3-4 старше, чем я был. Это тогда была сначала районная школа средняя номер 94, а потом школа с углублённым изучением английского языка номер 56. Вот я её заканчивал. И Чуркин её заканчивал. А был у нас он звездой, потому что он снимался в фильме «Синяя тетрадь» по Казакевичу, где играл маленького мальчика, который привёз Ленину книжки. Это ему припоминали всё время при жизни. Да, да, да. Вот, значит, и поэтому он у нас был как бы кинозвездой. Ну, он действительно очень сильный дипломат, квалифицированный, который ещё к тому же и умер при исполнении, умер в должности. Называть его именем школу, ну, не знаю. Потому что при исполнении погиб дипломат совсем другой, который был при исполнении, который был убит террористом. Это, я понимаю, погиб из при исполнении. Нет, убит, но Чуркин умер, но тоже при исполнении. Он не в отставке умер, не на пенсии, а при исполнении своих обязанностей. То есть умер на посту. Другой вопрос, что там были дипломаты не менее значимые. Там был Анатолий Фёдорович Добрынин, великий советский посол в Штатах, который 25 лет был послом в Штатах, 62-го по 86-й год. От Карибского кризиса до корейского Боинга включительно всё это он на себе прошёл, и при этом старался, чтобы мы с американцами всё-таки уж до конца не рассобачились. Был Олег Александрович Трояновский, великий посол в Японии, в Китае, в ООН, тот же постпред, которому Громыко говорил, «Олег Александрович, вы у нас постоянный представитель в Организации Объединенных Наций, мы вас менять не будем». Были великие люди, но сейчас просто Виталий Чуркин, он полностью вписался в направление нашей внешней политики. Когда оно ужесточилось, когда оно стало крайне жёстким, его выразителем в ООН был именно Виталий Чуркин. Вот поэтому сейчас ему такой ставят как бы мемориал в виде названия школы. Он же в этой школе учился, может быть, там кроме Чуркина никого и не было, великих людей больше не было в вашей школе. Мы станем Митковой. Но это совершенно другая песня. Давайте мы перерыв сделаем, пожалуйста. Возвращаемся в программу «Особое мнение». Давай переменим тему. Хочу вернуться в сегодняшнюю жизнь. Я хочу, кстати, продолжить эту тему. По поводу памяти Чуркина. Да. Не в отношении Чуркина, а в отношении того, как вот чьими именами называть. Ну, вот Чуркин действительно был очень значимый, сильный дипломат и так далее. Но вот когда я там учился, у нас была, я прошу прощения, пионерская организация школьная имени Николая Гастелло. Это не пионерская организация называлась, а дружина. Дружина, дружина, да. Дружина имени Николая Гастелло. Вот все время, пока я там учился, мы все говорили, Николай Гастелло, это был герой Советского Союза. Сейчас уже очень многие не знают. Который на таран пошел. Нет, не на таран. Он, когда его самолет был подбит, он мог, значит, воспользоваться парашютом и спастись, а он пустил свой самолет на автоколонну. Ну, таран. Нет, таран это когда на другой самолет. А он пустил его на автоколонну. Кстати, не один такой подвиг. Да, совершенно верно. Не один, кто достыл и совершил эти подвиги. Да, ну, так же, как не один был Александр Матросов. Конечно. Но, тем не менее, вот его имя было знаковое. Вот была дружина Николая Гастелло. Вот я понимаю, что есть про кого рассказывать, да? Вот если Николай Гастелло. Подвиг, герой, красивый, красивый подвиг очень. Что вот будут рассказывать там, скажем, про посла, при всем уважении к его действительно дипломатической деятельности, что будут рассказывать школьникам про Виталия Чуркина, почему школа, названная его именем. Это, конечно... Защищал интересы своей родины. Защищал интересы своей родины. Что-то всё понятное, все шаблоны известные. Ну, а как же, конечно. Стоял на страже. Что тут? Разве нет? Стоял. Нет, я имею в виду, что будут говорить, ты спрашиваешь. Тут, по-моему, набор-то понятен. Другой вопрос, что правда, что неправда. Как, на самом деле, чем знаменит Виталий Чуркин. Нет, нет. По этому много было сказано уже. Действительно, сильный дипломат, симпатичный человек, я его знал. Я знал не только школьникам, но... Вот, кстати, Чуркин в начале 90-х он занимался проблемами Сербии, проблемами Югославии. Туда всё время ездил и довольно эффективно этим занимал. Ну, так вот, я хотела уже перейти к другим темам. Вот по поводу Украины. Такие поступили новости сегодня, наверное, ты слышал, что Украина ужесточает правила въезда на территорию страны граждан Российской Федерации. Подписал указ с 1 января, Порошенко, с 1 января 2018 года. Три этапа, как сообщает нам, в частности, сайт «Медуза». Три этапа, которые должны будут преодолеть граждане России, чтобы попасть в Украину. Подать предварительное уведомление о намерении, предъявить биометрический паспорт обязательно. Другие паспорта не действуют для въезда. Ну и с государством миграционного риска в список таких государств Порошенко также включил Россию. Что это значит, мой вопрос? Как тебе кажется, грозит ли, в принципе, вообще закрытие границы со стороны Украины? Ну, кто его знает? На данный момент нет. Ну, это понятно, с чем это связано. А с чем? Вот давай попробуем объяснить. А как ты себе представляешь закрытие границы со стороны Украины? Ты имеешь в виду прекращение дипломатических отношений? Отзыв посла и разрыв дипломатических отношений? Ну, не знаю, как дальше сложится. Это легче сделать, чем закрыть границу. Разорвать дипломатические отношения можно. А закрыть границу в данном случае нельзя, потому что есть окно с Донбассом, которое закрыть Порошенко не в состоянии. И которое составляет, кстати, ключевой фактор, или один из главных ключевых факторов невыполнимости Минских соглашений. Именно вот это вот донбасское окно, незакрытое, которое мы оставляем незакрытым, это наш непосредственный политический интерес. Вот, поэтому закрыть границу он не может. Разорвать дипломатические отношения может, если они начнут ухудшаться, как последнее средство именно такое, но, конечно, это тупиковое будет решение. Ну, а тогда с чем связано вот это решение, которое сегодня мы обсуждаем? Это решение связано с тем, что Порошенко напоминает о себе, миру, напоминает о том, что он жертва, напоминает о том, что Россия агрессор. То есть он продолжает нажимать на эту кнопку, он продолжает гнуть именно эту линию, он в своем праве, это его линия, это его политический интерес, естественно, он будет на ней настаивать. А что такое страна-агрессор в понимании юридическом, как мы это квалифицируем, это что? Я не международный юрист, Ксюша, я не знаю, здесь возможны самые разные интерпретации. Россия пока не интерпретирована как страна-агрессор. Это только Украина называет. Это, конечно, это позиция Украины. А тут и не будет интерпретирована, потому что Россия постоянный член Совета безопасности, кроме того, там есть еще и Китай в числе постоянных членов, и, конечно, никогда такое определение принято не будет. Ну и что касается, опять же, Донбасса, про который немножко сказали, все-таки это просто задаем каждую неделю тебе. По твоим ощущениям, есть ли тут решение или нет? На данный момент решения нет. Абсолютно. Ситуация тупиковая, потому что, действительно, каждый раз это говорю, там ничего не меняется. И буду говорить, боюсь, в дальнейшем, потому что у сторон диаметрально противоположные интересы. Украины и России. Диаметрально противоположные. Ситуация еще усугубляется позицией Трампа, который, если раньше, хотя бы Штаты были, ну, Западная Европа заинтересована в решении проблемы, но не знает, как это сделать. А Штаты даже сейчас не очень заинтересованы при Трампе. Пойдем дальше. Криминальная хроника начинается. И это надолго, боюсь, что до конца программы. «Мне страшно и грустно», – заявил режиссер Алексей Учитель после поджога здания, где находится его студия. Поджог, предполагают, совершили не члены исламского государства, запрещенного в России, я цитирую вопрос нашего слушателя, а активисты христианского государства, которые даже угрожали учителю. Что это такое за времена сегодня в России? Ну, вообще, история жуткая. Давай напомним, да, что речь идет о том, что от слов перешли к делу, угрожали поджигать кинотеатры, где идет фильм «Матильда», вот эти вот поклонники Поклонской, да. А вчера уже перешли от слов к делу и бросили несколько бутылок зажигательной смесью с горючей коктейлей Молотова вот как раз в окна студии Алексея Учителя. Несколько, я считал, что одно, но не в этом дело. Ну, несколько, да, сейчас я проверю. Там хватило бы и одно, это теракт, это реально теракт, конечно, потому что если бы это окно не было заделано изнутри кирпичом, то есть, иначе говоря, на месте окна, если бы не было стены, то там бы все сгорело к чертовой бабушке, и тогда это был бы теракт совершенно реальный. Ну, дождались, потому что все эти люди с хоругвами, которые себя называют православными, и под этим соусом могут себе позволять то, что другие люди себе почему-то позволять не могут. Вот они не могут, а эти могут, потому что они вроде бы как православные, такие самопровозглашённые православные. Вот мы православные, мы можем бросаться бутылками, можем плеваться, можем плеваться зелёнкой, угрожать, плевать дерьмом, вот мы можем, потому что мы православные. Ну, это замечательная позиция, вот, их лицом, в общем, хотя она, по-моему, дистанцировалась именно от этого, от этой акции, но их лицом остаётся странная госпожа Поклонская. Они дистанцируются очень странно, скажу тебе так, что типа это же, я же не призывала, это как бы реакция людей, реакция общества, да? Конечно, да, конечно. Как в своё время, знаешь, когда собирался Сталин, уже глядя в могилу, он собирался окончательно, в общем, фактически решать еврейский вопрос, по примеру, Гитлера в нашей стране, и собирался депортировать еврейское население, значит, на Дальний Восток, а по дороге, в Столыпинских вагонах, а по дороге, чтобы разгневанный народ эти поезда атаковал, и чтобы доехала где-то примерно половина. То есть, как бы он, наоборот, спасают от народного гнева, спасают, но не могут до конца спасти, потому что народ-то, ну, как ты его сдерживаешь, народ? Если он разъярён и разгневан. Вот примерно так вот. Это форма науськивания, конечно. Вот это вот я ни при чём. Но ещё такое делегирование полномочий, делегирование насилия. Это традиционная форма науськивания наиболее агрессивной части сограждан, наиболее агрессивной, наиболее экстремистски настроенной и, к сожалению, безнаказанной. Вот, кстати, вопрос главный, ну, вернее, один из главных вопросов, потому что я открыла это обращение Алексея Учителя, где он рассказывает о том, что ещё в феврале обращались уже к министру внутренних дел, обращались во все возможные правоохранительные органы, направили по письму Колокольцеву уже два письма, где подробно излагали все факты, все угрозы. Мало того, что ничего не сделали, даже реакции нет никакой, никто даже не отвечает на эти запросы. Хотя известно, как я понимаю, известны все имена этих людей, как их найти, они же не прячутся по углу. Да известно, они как облупленные все. Ну, конечно, они даже лица не прячутся. Здесь, по-моему, власть получает некоторое такое удовольствие, как в зоопарке, наблюдая за происходящим, вот, а вот кто кого? Вот интересно, эта безумная дама, она всё-таки достанет Алексея Учителя или не достанет? И что? Вот что-что. А если они, правда, будут поджигать кинотеатры, извини меня, это уже... Это новая ситуация, эта ситуация новая, эта ситуация неприятная, потому что поджигать кинотеатры такого приказа не было. А с другой стороны, они социально близкие, они же социально близкие, поджигают кинотеатры. Если бы поджигали кинотеатры те, кто в церкви пляшет, или там какие-нибудь навальненские там ребята, а здесь вроде бы как свои, но поджигают кинотеатры. Свои – это хорошо, поджигают кинотеатры – это плохо. Вот здесь такое внутреннее противоречие получается. Как из него выйдет власть, я не знаю. А я тебе скажу, помогу, хочешь, я помогу власть? Помоги мне, помоги мне. Они скажут, что это либо самый поджог, либо Навальный поджог. Провокация оппозиционеров. И поверит народ. В любом случае, ни Навальный, ни учитель, ни режиссёр Серебренников явно не бросали бутылку с зажигательной смесью в это здание. Значит, просто всё-таки бросал кто-то из этих отмороженных людей. Значит, всё-таки придётся как-то на них обратить внимание. Как-то пальчиком, пусть мизинцем, пусть даже не указательным пальцем, а мизинцем им надо будет как-то погрозить. Как это будет сделано, не знаю. Пока что на моей памяти этого не происходило. Можно не раскачивать лодку, если общество не хочет, если оно так болезненно реагирует, как ты сейчас рассказал про этот пояс, да, то давайте мы будем дразнить, извините, гусей. Часть так и настроена, но дело в том, что если бы это было, я повторяю, Серебренников, да, а это учитель, человек абсолютно лояльный, человек готовый абсолютно добросердечно не просто разговаривать, а приветствовать власть. Отобрять её все решения. Абсолютно. У которого никаких вопросов нет к власти, а у власти нет вопросов к нему. И поэтому в данном случае позволять его обижать, в общем, это тоже странно. Тогда тем более непонятно. Возникает вопрос, за что? За что? Вот. Вот поэтому я говорю, здесь ситуация такая для власти достаточно тупиковая, пока она получала удовольствие. Пока она просто ловила кайф. Запасаясь попкорном это называется. Совершенно верно. Ловила кайф. А теперь вечер перестаёт быть томным после-после бутылки с коктейлем Молотова. И нужно будет принимать какое-то решение. Посмотрим, какое оно будет. Ну что, мы делаем небольшой перерыв. Напомню, Николай Сванидзе и программы «Особое мнение». Вернёмся через несколько минут в передачу. Светцов 20 лет получил за то, что не бросал бутылку. Это как-то эль антимол. Это как-то эль антимол. Российские власти дали ответ Европейскому суду по жалобе Алексея Навального на арест перед антикоррупционной акцией 26 марта. Москва не видит ущемления гражданских прав политика, сообщили в Министерстве юстиции. Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу защиты Навального на арест на 15 суток ещё в конце июня. Всего в ходе неразрешённой акции на Тверскую улицу в марте были задержаны по разным данным от 500 до 1000 человек. Банк по открытию требуется от 250 до 400 миллиардов рублей для докапитализации. При этом ещё не все активы группы изучила временные администрации, сказал агентство Рейтер, зампред Центробанка России Василий Поздышев. По его словам, сейчас приостановлены некоторые сделки, которые заключило прежнее руководство финансовой корпорации. О мерах спасения и открытия Центробанк объявил в минувший вторник. Это будет первая санация. С использованием нового механизма Банк России станет главным акционером корпорации и вложит в неё средства фонда консолидации банковского сектора. Более миллиона американцев покинули свои дома из-за шторма Харви. Серьёзно пострадали населённые пункты в штате Техас. В одном из районов затоплена большая часть территории. Высота воды там достигает полуметра. Без электричества остаётся 160 тысяч домов в Техасе и Луидиане. Харви обрушился на побережье США в субботу. В Москве сейчас 20 градусов, давление 749 миллиметров штутного столба. Завтра днём ожидается местами небольшой дождь, плюс 20-22. Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы». У нас Коля сидит с нимбом всё время. Над ним расплывается буква «О», ты ровно по центру, и у тебя так всплывает иногда такое свечение. «Страстотерпец». Скажи, да? Николай «Страстотерпец». В эту пятницу после 19 часов в программе «Особое мнение» своё особое мнение выскажет политолог Валерий Соловей, ведущая эфира Оксана Пашина. «Особое мнение» в пятницу после 7 вечера. В эту пятницу после 20 часов в программе «2017». Директор Центра образования номер 109 города Москвы заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Эфир ведут Ксения Ларина и Виталий Дымарский. «2017» в пятницу после 8 вечера. Предвыборная мамба и пять вечеров в доме таксиста. Игры 90-х годов. Улика в унитазе и 590 ТНГ за мешок навоза. Худой мужчина с толстой обравой. Зигующие китайцы и бессердечная хунвейбинка. Ой-ой-ой, какие страшные. «А также бомж под домашним арестом» в программе «Радио детали». «У микрофона Антон Орех и Николай Александров». «В пятницу за 12 минут до полуночи с повторами в другие дни. В зависимости от того, когда вы слушаете эту программу». «Внимание тех, кто следит за нашими программами». Отныне «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube. Заходите, смотрите и слушайте «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете. Ваш лоцман в море информации «Эхо Москвы». «Радио «Эхо Москвы»» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Возвращаемся в программу «Особое мнение». На мои и на ваши вопросы отвечает Николай Сванидзе. И вот несколько вопросов пришло и тем, как раз связанных с этим по правам человека. Я думаю, что это важно. Во-первых, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что ей удалось узнать обстоятельства и установить связь с родственниками граждан, о преследовании которых в Чечне писала новая газета. Это имеется в виду представителей сексуальных меньшинств. Мы помним эту историю. И помним, что реакция сначала была Татьяна Москалькова достаточно простая. Она сказала, что ничего не знает, никаких жалоб не поступало. И вообще сомневается, правда это или нет. Но, как выяснилось, человек не бросил заниматься этой темой. По обращениям из Чеченской республики, говорит Москалькова, я провожу видеоконферент-связь с родственниками с тем, чтобы получить подробности обстоятельств. Вот на твой взгляд, это значит что? Что тема не будет замылена, что какой-то все-таки ответ общество получит по поводу возможных казней, преследований, издевательств и убийств? Уверенности нет, но надежда есть во всяком случае, потому что вообще Татьяна Москалькова производит на меня впечатление человека искреннего, который неформально относится к своей должности. Неформально. Вот она, по-моему, очень заинтересованно работает. Она работает там с сердцем. И к ней же при ее назначении по-разному относились. Да. Потому что военный человек. Потому что военный человек, генерал, силовик пришел на эту должность. Значит, вот, наверное, будет соответствующим образом с этой точки зрения относиться. Какой, какой, какой может быть из генерала правозащитник? Значит, в этом своя сермяк-то есть, но в этой позиции. Но Москалькова человек, по-видимому, все-таки достаточно особенный. Вот. И она вот из этой логики выламывается, как мне кажется. Она действительно относится очень искренне к тому, что она делает, и очень много работает, очень много ездит. Она, если она чего-то не знает, она это узнает, она с этим знакомится, она в это врубается. Уважение вызывает у меня большое. Вот в этой теме тоже, я так понимаю, сама она решила разобраться, разговаривая напрямую с людьми. Потому что тут вообще важный момент, то, что я поняла за это время, в связи с работой уполномоченного по правам человека, что она всегда говорит, каждый раз, когда какую-то тему пытаются с ней обсудить, что где-то что-то случилось, где-то кого-то унизили, оскорбили, посадили, осудили невинно, чтобы это было обращение от конкретного человека. Вот она здесь, опять же говоря, о родственниках этих вот геев чеченских, она говорит о том, что начали поступать обращения от граждан, что я так понимаю, что для нее это важно, когда она получает прямые свидетельства, прямые доказательства и прямые обвинения от пострадавших людей. То есть можно сказать, что пишите сами люди? Ну, конечно, конечно, разумеется. Вас прочтут. Разумеется. То есть, во всяком случае, если вы не напишете, то точно не прочтут. А если напишете, то такой-такой шанс есть. Я знаю, кстати, что она сейчас тоже вплотную занимается и делом седьмой студии, делом Кирилла Серебренникова и Алексея Малобродского, что пытается в этом самостоятельно разобраться и тоже следит за тем, как развивается ход следствия. Ну, мой следующий вопрос, не вернее, не мой, от наших слушателей. В США, Австралии, странах Западной Европы и других граждане, обвиняемые в ненасильственных преступлениях, не находятся под стражей до решения суда, вступившим в силу. А в России в подобных случаях около 90% граждан судей бьет под стражу для удобства следователей, отправляя в СИЗО даже больных. Мне кажется, брать под стражу невиновного, пишет наш слушатель Влад, и не опасного для окружающих гражданин, это преступление. Могли бы вы донести этот вопрос до Путина и поставить этот вопрос на всенародное обсуждение? Ну, на всенародное обсуждение я точно не могу поставить, это не в моей компетенции. А довести до Путина, наверное, можно. Так он, по-моему, сам про это говорил. Да, тем более, что действительно он про это и сам говорил, поэтому доводить-то особенно не нужно. Это действительно проблема. На самом деле проблема, и человек, который об этом пишет, он сформулировал причину этой проблемы для удобства следователя. Вот именно так. Потому что человека, который сидит дома, легче, на него сложнее оказывать давление. На человека, который сидит за решёткой, легко оказывать воздействие, вот, очень легко, как угодно там, что с ним делай, это и психологически, и физически, и дальше всё зависит от твёрдости его характера, от его воли, от его здоровья. Вот пример там эффективности этого воздействия мы видим с делом Серебренникова, когда вот эту несчастную даму, его бухгалтера, женщину неюную и нездоровую, вот её там держат, и вот результат. Результат-то налицо, мы не знаем правду, неправду, но это практика ещё сталинского следствия, брать человека, любого, хоть с улицы, кого угодно, и давить, и ломать, пока он не назовёт хоть население всего земного шара. Вот брать всю его записную книжку, прямо идти по алфавиту, и ломать его, и говорить этот, 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 всех признает, вот ты уже раскрыл, раскрыл преступную организацию, готовившую покушение на всех вождей, и ставившую задачу прорыть тоннель до Лондона. Самоговор, самоговор, разумеется, разумеется. Тут сегодня мы тоже смотрели эти показания Дамасляевой, иногда такие обороты встречаются, типа, Сребренников создал преступное сообщество в составе меня. В составе меня, вот, ну явно человек именно так ведь и говорит, да, ведь нормальный человек живой, он только говорит, создал преступное сообщество в составе меня, ну, по-русски-то, русский-то родной, вот, вот так вот это и делает. Поэтому здесь, я думаю, что человек, который написал, написал правду, но он сам ответил на свой вопрос. Тогда объясни мне все-таки логику, почему Умар Джабраилов, про которого мы с тобой уже вспоминали, который немножко пострелял в гостинице, да, спровоцировали сотрудники гостиницы, он немножко возмутился, да, почему он... Не та девушка ему принесла ужин или там что-то. Почему он спокойно ходит по улицам Москвы и еще сообщает нам всем, что у него еще и автомат есть, так что вы там сильно не расслабляетесь, да, а Алексей Малобродский, директор театра, или Кирилл Сребренников под домашним арестом, Малобродский в СИЗО сидит. Объясни мне, пожалуйста, как это сочетать? У них нет ни автомата Калашникова, ни даже пистолета. Я думаю, что у них даже нет этого самого электрошокера, вряд ли, понимаешь, или баллончика газового. Чем они опасны для людей? Они... Ты имеешь в виду Сребренников и Малобродский? Они... Чем они опасны? Они опасны тем, что они шибко много думают, они шибко много говорят со сцены. Сребренников не только со сцены, он иногда и сам что-то говорит. Вот этим опасны. А Джабраилов, он, ну, пострелял человек, но он же мужчина. Ну, мужчина пострелял в потолок. Горец, господи. Есть пистолет, из него стреляют. Что из пистолета ещё? С ложки едят, а из пистолета стреляют. Но он и стреляет. Что, не мужик, что ли? Подумаешь? Тем более, что сказано, что в характеристиках этого оружия, значит, что пистолет Ярыгина, что он бетонный пол и потолок пробить не может. Ну, наверняка... То есть, ущерба не нанесет. Наверняка Джабраилов, прежде чем начать стрелять, он поинтересовался, может пробить бетонный пол или потолок. Может, он и проверял, собственно? Проверял, наверное. Как противоударные часы. Да, выяснилось, что правильные характеристики. Ну, всё замечательно. Замечательно. Теперь надо же выяснить, кто за ним стоит. Вот так пришли, арестовали. Он же не с дуба рухнул, Джабраилов. Это же тебе не Малобродский. Он же... У него есть какие-то высокие покровители. В Москве, в Грозном. Надо выяснить, какие у него отношения с руководством Чеченской республики. А тут сразу, что ж, как же ты им будешь салатски загибать? Интересно мне знать. А у тебя у самого проблемы возникнут. Ты что? Это с людьми такого уровня в самых высших этажах власти принимается решение, что с ними делать. А иначе нельзя. Ему можно. Ему можно, да. Поэтому его под подписку о невыезде. А Серебренникова крутят в Питере и 9 часов везут в Москву. И потом ещё спрашивают у творческой интеллигенции. А что это вы за него заступаетесь? За своего? Вашего обидели? А женщина бедная, которая там сидит, за неё никто не заступается? С огнём в очах, спрашивают они. А Джабраилова отпускают? Нормально. Это логично. Очень много вопросов вообще по поводу дела седьмой студии и дела Кирилла Серебренникова. Есть и, конечно же, и такие, которые ты сейчас процитировал. Но я всё-таки один из них задам. Это важно объяснить. И сейчас Николай Саванидзе, я думаю, объяснит. Почему вы и другие либералы пытаетесь давить на судебное решение в деле седьмой студии своей демагогии, блутовнёй, а не требуете честного расследования? Чем отличается либеральное давление на суд от того телефонного права, которое было при советской власти? Ну, отличается прежде всего тем, что оно не имеет никакого воздействия на суд. Суду глубоко плевать на мнение либералов, а также консерваторов. А суду не плевать, к сожалению, на мнение начальства. Как показывает практика нашего суда в очень большом количестве случаев. Вот если бы эти либералы были большими начальниками, сидели бы во властных кабинетах, брали бы трубки и говорили бы принять такое-то решение. Вот это было бы давление на суд. А то, что сейчас делается, это не давление на суд. Это выражение общественного возмущения. Это, если угодно, такой большой общественный вопросительный знак. Вопросительный знак от лица коллег, от лица вот этого творческого сообщества. Просто граждан. Граждан, людей, которые заинтересованы в том, чтобы вот это вот право, вот этот закон, он не был бы избирателен. Он не применялся бы произвольно. Вот почему он применяется именно к режиссеру Серебренникову, режиссеру с мировым именем. Он у нас главный жулик. Он у нас главный коррупционер. Почему именно ему загибают локти, сажают его в Питере, в этот, в Рафик, или в чем там его везли, и везут в Москву. Он больше всех украл. Кстати, его, между прочим, в воровстве, между прочим, его и не обвиняют. Его обвиняют в жульничестве. Что такое жульничество в данном случае? Он просто вынужден был превращать эти абстрактные деньги в кэш. Он обналичивал деньги. Еще ничего не доказывали. Обвинение состоит в том, что он обналичивал. А обналичивал для чего? Если обналичивал. Для того, чтобы ставить спектакли. Потому что иначе как ты, я не знаю, уборщица заплатишь. Что, что, по безналу? Ну, людей таким образом загоняют в рамки, в которых они очень часто вынуждены вот именно в таких пределах нарушать действующее законодательство. Что еще тоже, кстати, нужно доказать. Но в обстановке, где у нас мы погрязли в коррупции, погрязли в коррупции огромного масштаба, главным обвиняемым оказался именно режиссер Серебренников. Вот это и вызывает вопрос. Это и вызывает удивление. Спасибо, Николай Сванидзе, Ксения Ларина. До встречи. Пока.